а вот это чтобы разобрались потому что дети люди которые называют себя учеными как эти кандидаты наук которые назвали себя феями хотя они не феи они палачей они придумали кое-что покажу я вынужден хотя бы вас убедить ведь кто должен не верить или верить без разницы а это же я уверен все вы наш этот помните мне не меньше 10 раз называли гуру миссии называли а это значит что верят безусловно а я хочу чтобы верили сознательно аварийные выхода на поверхность показать берите вот они набрал фото червей вот они владеют и делается вот эти вот палачи они не знаю что творят конечно об их саду деревья извеченному смерть вот это по белкой здесь до уровня головы по полсотни сотни веток отрезан вот все это рано 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 и тут они решили дерево чужого а хану чужого мы улежали лишь и пищи так давайте какие-то доводы влезай против вот дома за против все затоптали тут грабли там грабли так значит все ходы вот эти а это же работа это же не шутки вот все это перехерачили уже уже не подмогу подобрать слов извините когда-то клялся не но это хотя бы не матерное слово вот дальше что делают выгребают пищу единственную пищу другой пищи а деревья взрослые они уже все это все что было почве запасы все уже использовали вот сейчас я покажу сколько у них листьев листьев на дереве было мало мало даже не сомневайтесь вот сколько листьев должно быть я вам покажу ниже и далее значит лишили пищи а потом не ведая что творят опять хочется материться она берет и вот это молодого чека вот учит на втыкать сделать вот эти самые искусственные ходы для подачи туда кислорода последний кислород который еще тут вот маленько оставалось в идеале вот должно быть не тронут а это маленько то что оставалось самую малость вот даже когда втыкается виллы вот это уничтожается вот это вот а это неведомо они червей ни разу жизни не видели но если только молодой человек на рыбалку копал червей может быть они не знают что творят а дальше смотрите что получается я представляю вот это вот если взять допустим 10 деревья это порядка одной сотки представлена а теперь сказать октября на дальше не боялись и печатать слово возьми и на одной сотке вот так поработай примерно сделала примерно одну десятую сотки там несколько квадратных метров тебя вызовут скорую а для чего ты тогда это делаешь потому что ты втыкнул один раз а люди здорово будут калечить сады и калечить почву смотрим дальше вот я ищу новые доводы вот новые фотографии видите вот тебе снимал вот это пища для всей живности всей подчеркиваю здесь и вам и плоды здесь вам опавшая опавшая трава здесь скошенная то есть скошенная листва опавшая трава а опавшая листва скошенная трава здесь все видите я говорю садись за парту тебе уже сколько лет надо не меньше чем мне ну солица надо иметь это это или исчезли куда-нибудь вот это моя груша ей 25 лет фотография сделана в октябре прошлого года глубокой осень вот она видите вот за одно скажу не дай бог помните вам показывал одна счищала кору а другая с дуру ой нельзя так говорить а другая почему-то мыло штамп дерева мыло ну попутно флакончики нам рекламируют ладно посмотрите это все нельзя трогать абсолютно здесь все идет логично вот этот вот зеленый мох ну конечно с северной стороны это даже дети знают вот то что это шуба и мох является защитой относительно защитой почему здесь близко к земле это груша это место самое опасное я вам потом покажу ну чуть ниже покажу это место самое опасное вот видите вот и опасное для выпривания и это место север и именно здесь началось немножечко полностью ну живые клетки стали мертвыми и вот только тогда мертвые клетки стали грунтом почвы вот это вот под зеленым хом почва и он не уничтожает одна из страшнейших ошибок что мох лишайники и грибы берут и уничтожают дерево то есть в одном случае листья помните в другом случае плоды помните а в третьем случае даже вот такую корути более старую это и есть компромисс с природой это максимальная жизнь дерево которое не плеет не гниет поняли а это уже извините 25 лет это как у нас уже 70 почему сибирь а дерево это да это прививка вот здесь вот хотите я вам даже покажу вот как это бывает вот 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 может быть увидите что вот это вот это вот это вот это вот это вот и есть предместо прививки другое дело ювелирная работа трудно заметить что вот это вот кусочек сантиметров 10-15 это подвой выше прямой вот посмотрели вот почему я сейчас подробнее сейчас будет книга за книгой если дело придет то это все для книг а ведь это ни один сек человек на планете не знает что это почва для мха в данном случае мох почва для мха можете а кстати мох личане трудно различим но будем считать что это мох уже не похож вот этот момент а вот это вот вы видите абрикос и ему не повезло абрикосы должны жить если я выпиливал у меня самый старый живой этот самый патриарх ему учитывая что где-то его двухгодовалом привез от этого купил в качестве сеянца из майны а это было где-то ну лет 38 то точно у того патриарха и он живет на буре еще покажу вам с абсолютно сухой и он не собирается умирать значит ему еще 10-20 лет впереди есть потому что у него признаков нет умирания вот а вот этот допустим молодой абрикос вы смеяться будете ему где-то лет 10-15 просто мощно растет и так далее вот здесь самое интересное что тоже вот здесь вот идет граница между верхом и низом и так ему столько не прожить почему с одной стороны моя работа с другой стороны не мой вот я взял когда вот это самое фотографии сделал она не самая свежая видите здесь нет вот это 21 год а это 21 год начал дату оставить я сказал всех вот пока туда не сунул мордой в эту лужу лужу убрать немедленно а это по всей россии никому это в голову не приходит хотя бы это настолько элементарно вот или как помню уже не буду человека на свете нет знаете что такая реакция злобная садили я мы будем садить вот это вот опять для той самой октябрины этой феи вот там я и посоветовал одну сотку ну а кстати раз два три четыре да вот это здесь сотка вот пределах видимости не считая дальних это сотка ну если там я вам посоветовал вилами все это исколоть вот естественно что на середине работы даже на четверть его за вами приехала скорая и дай бог если бы вы выжили после этого ну представь себе тут у иска что это там кто-то стоит не у иска а где-то сзади и держит просто на мушке вот вы тыкаете тыкаете средненужную бредную злую работу а тупую совершенно и падаете даже не это половину я не выполню а здесь вторая часть работает здесь вот это я вам посоветовал сделать вот это а здесь я вам посоветовал вот это сделать ну еще раз скажу только самый последний невежа станет вот это все убирать здесь абсолютно чистые листья на этих листьях помните этот страх как все это упало гнилые плоды гнилые гнилые листья вот все заражено все поражено в этих листьях зимой только зловредное с такими зубами эти самые насекомые ужас и если бы вот мой брат допустим который вот уже слава богу я даже доволен что однажды нас оскорбили выставили дураками а в конце концов дураками сами оказались вот если бы уже правда поздно ну уже все равно кто-то из этих следит из всех выпустил эти мировки я уверен следит за нами вот пусть одним глазом пусть там из-под тишка но если бы мой брат Юрий Железов взял эту фотографию разместил там где миллион сто тысяч подписчиков помните и сказал вы знаете вот что мне делать это осень впереди зима вот какие поступки то есть какие мои следующие действия сто процентов сто один процент что его бы убедили что вот это все надо брать и уносить вот это пища это абсолютно здоровый сад в котором неизвестны вообще эти самые вот хотите я вам покажу настоящие грибы и в то же время которое я уважаю хотите видели вот они смотрите внимательно видели знаете почему это дерево не это здесь нет ран на концу здесь просто ветки торчат это делалось для омоложения вот чтобы снова эти деревья выбросили длинные победы но это мы проходили вот а это грибы дань это самое я их уважаю никакая там злобы так же как никакой злобы к этим самым к этим листьям нельзя их убирать все листья и вы еще заметили я когда смотрел на этих сады этих фей да где они издевались на деревне а там осень а листьев почти нет а знаете почему сказать а потому что у них на деревьях их мало количество листьев определяется здоровое дерево естественно здоровое листья количество листьев и от количества листьев это одна из их всего запишите там за партой фея октябрьевна запишите пожалуйста значит площадь листьев является как бы у меня это гладко в книге а сейчас скажу площадь листьев от площади листьев зависит урожай и площадь листьев и суммарный урожай находится прямой неважно такие или такие находится суммарный урожай весовой коэффициент находится в прямой зависимости поэтому вы никогда кстати на колонавитках не получите большие урожаи кроме одного года и то если дай бог и то это такая редкость может и сто деревьев одно и вот получается следующее это все принадлежит уничтожению и я уверен но дело в том что ты бы разместил бы потом бы они бы посоветовали все это выкрести и сжечь самое страшное когда сжигают органику это еще одна недопустимая вещь а потом бы это самое ты бы сказал вы там с ума посходили это же пища для дерева и вот потом бы у тебя бы ой сердце уже не железное не суйся будем воевать с этой стороны а вот это тоже фотография сделана уже весной следующего года нет это тоже 21 по сравнению с тем что мы раньше показывал вот за годом идет вот смотрите вот они видите а это земля она должна быть полистая она дышит дышит она на полной кислородом если взять сейчас и даже всего лишь вот может быть испортить одну фотографию один этот самый квадратный метр чтобы взять вот я не догадался взять вот это же виллы точно такие же виллы и воткнуть ну как она там учила вот на таком расстоянии да ну раз 5-10 воткнуть вот тут виллы якобы по дороге и вся система аэрации канализации вентиляции будет уничтожена вот и сейчас сначала надо начинать червям а и дело вот оно смотрите это весна они сожрали вот видите осень весна осень весна они собрали большую часть наверное процентов я показывал я не вывозил их у меня ветром никуда не унесло потому что у меня ограда я показывал за зиму переработано без следа 95 по 98 процентов все это вернулось на дерево и в следующем году они опять будут все зеленые нет такого понятия как усталость почвы вы напишите усталость почвы знак вопроса ну вы узнаете как надо восстанавливать все с этим разобрались идем дальше я все думаю господи да что это у нас страна так почему то что я не день читал я хожу по саду открытая книга вот и она открыл книгу осень открыта весной открыта урожая вы сами видели самое время переключиться так я быстро быстро принесу чай всю страну всю научили тупая буквально невыносимая по трудозатратам каторжная ненужная вредная опасная работа еще по уничтожению плодородия и это все сейчас и никто не сейчас этого даже высших учебных заведений самых крутых все это воспринимается комфортно все переходим на фарбай на фарбай на фарбай на фарбай Субтитры создавал DimaTorzok